Всем привет! Мы в салоне All Time, Русаковский дом 1. Большой, крупный, с огромным ассортиментом часов, в том числе и швейцарских. И знаете, вот в этом выпуске мы разберем швейцарские часы. Поехали! Часы, то, что вызывает эмоции, конечно же, должны обладать интересным дизайном, поэтому вот, пожалуйста, швейцарские часы от бренда Electricians. Бренд, который появился в 2017 году, и компанию основали Лорен Руффенахт и Арно Дюваль, авторы известного проекта Seven Friday, под маркой которого выходят часы, одежда и аксессуары. Поэтому здесь олицетворение дизайна, вот в таком, знаете, электрическом контексте. Вообще идеология построена на электричестве, потому что оно произвело революцию в мире. В принципе, как только появилось электричество, сразу появились интересные элементы, аксессуары, повышаются уровни жизни прямо здесь, сейчас. Все элементы дизайна, так или иначе, представляют собой электрические элементы. Вот здесь микросхемы, хотя вот есть варианты, где может быть индукционная катушка, полупроводники. Здесь уже микроэлектроника в характерном синем цвете. Это часы-скелетоны, поэтому мы можем с вами наблюдать за тем, как работает калибр Miota, швейцарские часы с японским сердечником. Механизм обладает камнями 21, частота 21 600 полуколебаний в час и запас хода 42 часа. Что касается меток, ну они, знаете, как у шестеренки засечки. Вообще, на самом деле, это печатная плата со светодиоидами, которые питаются от литиевой батареи. И есть даже на другой стороне кнопка, вот, посмотрите, что интересно, механические часы. Но, что касается подсветки, здесь есть еще одна диаметрально расположенная от заводной головки кнопка, которая включает светодиодики. Один раз нажали, и потом еще какое-то время держим. Вот этот электрический синий цвет на фоне синего циферблата. Смотрится, знаете как? Смотрится синим. Довольно ярко, в том числе и за счет стекла. Минеральное выпуклое стекло К1 повышенной прочности с антибликовым покрытием. Но и в тон, вы думаете, синий ремешок? Да, но он, посмотрите, он как будто сделан из вяленой шерсти. С одной стороны здесь что-то такое электрическое, а с другой стороны полупродниковое, диэлектрическое. Но с внутренней стороны вот эта вяленая шерсть, она имеет прослойку из кожи, поэтому, знаете ли, у вас ничего на запястье не покалывает. Задняя крышечка, она, казалось бы, стеканная, прозрачная, но особо ничего мы с вами не увидим. Она потому что так вот затонирована с изображением такого вечного QR-кода. Ну попробуйте астонировать своим смартфоном, может быть, что-то вам и покажет этот QR-код. Смотрятся часы, ну вот за счет того, что синий цвет, и за счет того, что здесь такая матовая стая с ПВД-покрытием, с ПВД-покрытием, смотрится достаточно нарядно, смотрится необычно. Ну вот в современном мире, где огромное количество IT-специалистов, я не знаю, как банкиры будут носить такие часы, но IT-шники точно с большим удовольствием. Продолжаем обсуждать швейцарские часы. Кельвин Кляйн. Я-то, в общем, думал, что Кельвин Кляйн выписит просто часы. Это такие дизайнерские, знаете ли, как продолжение всей своей стильной одежды, сильных ассессуаров, просто вот такие вот часы, как часы. Но в данном случае нет, это действительно интересное решение. Кстати, Кельвин Кляйн. 97-й год. Компания заключила контракт с холдингом Swatch Group на выпуск часов под маркой Кельвин Кляйн, поэтому уже есть какая-то своя история у этого бренда. Часы Кельвин Кляйн заняли нишу модных швейцарских часов по доступной цене. И вот очередное такое предложение. Кстати, первую коллекцию, дизайн первой коллекции разрабатывал сам президент компании. Что, пустячок, а приятно. Итак, круглый стальной корпус с, внимание, с ободком, с ободком, который хочется покрутить, но мы не будем с вами этого делать. Это исключительно элемент дизайна. Не могу однозначно сказать, что керамическая это вставка на кольце ободка или нет, но выглядит прям как будто бы как под керамику. При этом круглый стальной корпус. А что касается формата времени, то здесь есть формат времени 12-часовой, и также есть еще формат 24-часовой. Чтобы нам с вами было интересно наблюдать за временем, здесь циферблат выполнен по технологии Sunray. Но есть такое вот ощущение, что сам по себе Sunray, он не на основном циферблате, а вот эти вот лучи начинают играть на маленьких циферблатах хронографа и 24-часового формата времени. Сам-то, собственно, циферблат черный и матовый. Чтобы вы не забывали, какие часы выносите, вот, пожалуйста, на заводной головке, собственно, так же, как иногда и на футболке, как иногда и на других элементах вашего гардероба, присутствуют те самые заветные буквы CK. Но зато, знаете ли, лаконично, лаконично, что касается основного циферблата, но зато понятно, а то иногда вот у хронографа такое количество элементов, что уже просто глаза разбегаются, здесь вот все понятно, где что находится. С стальным браслетом для тех, кто выбирает для себя стальной холодный цвет, вот, пожалуйста, это решение, которое смотрится очень интересно. Вот в той самой офисной атмосфере. Я думаю, что те, у кого костюм Кевин Кляйн в какой-то момент подойдут и к этому решению. Ну вот бывает такое, ты исповедуешь какой-то образ жизни, кто-то исповедует, может быть, такой стиль Дервосека, поэтому ему часы Тимберланд, а кто-то вот такой городской офисный стиль, поэтому для вас часы Кевин Кляйн. Идем дальше. Ух ты, какой здесь роскошный браслет, скажу я сейчас, глядя на часы от бренда Делма. Бранду, кстати, в следующем году 100 лет. С нетерпением ждем коллекции по случаю столетия. В данном случае вот часы, которые называются Shell Star Diver. Вот уж действительно водонепроницаемые часы для погружения, массивные, объемные, классные, яркие дайверы. И вот эта мощь, она в каждом следующем звене, не только браслета, но и во всех элементах, которые здесь присутствуют. Такие, знаете, тяжелые. Так, ну там, где появляется дайвер, мы обязательно покрутим сейчас безель. Воу! Ну, идет достаточно в одну сторону, безусловно, но достаточно легко. Стрекочет достаточно шумно. Это часовая музыка. Итак, у нас механические часы с автоподзаводом. Об этом говорит еще и задняя крышка прозрачная, через которую можно наблюдать за тем, как работает калибр селита SV200. Это водонепроницаемые часы. Посмотрите, пожалуйста, здесь уровень водозащиты 500. 500, это даже не 50, это даже не стоя не 200. В общем, можно нырять. Можно нырять и абсолютно ничего не бояться. Заводная головка у нас защищена. В общем, надо постараться как-то будет ее еще отвернуть, завернуть и, собственно, настроить все, что вам необходимо. А самое главное, что есть также еще и гелевый клапан, а также таймер декомпрессии, что, в принципе, очень важно для дайверов, особенно, когда они, не особенно, а прежде всего, когда они всплывают, это важно для здоровья организма. Ну и, в принципе, массивные, серьезные, добавляют веса. Кстати, когда погружаешься, дополнительных, может быть, не нужно будет навешивать на себя грузов, потому что сами себе часы уже дают несколько сот, а именно 225 грамм. Они объемные 44 миллиметра. И за счет как раз-таки всех элементов дизайнерских, их таймеры декомпрессии, они смотрятся достаточно ярко. Даже если вы не ныряете, вам хочется иметь достойные дайверы, и вы ведете такой активный, яркий образ жизни, вот, пожалуйста, часы от бренда Delmo. Shell Star Diver. Скорее погружаться. Louis XVI. Красивым часам красивое название. Что-то королевское, что-то царское, что-то очень историческое. И что-то дорогое. Бренд, кстати, появился в 2012 году. Взял курс на швейцарское качество в производстве своих моделей. Давайте посмотрим, написано ли здесь Swiss Made. Да, кстати, в районе 6 часов. Можно, конечно, запутаться и потеряться в огромном количестве шкал. А это часы-хронограф с секундомером, поэтому здесь таких шкал предостаточно. Кстати, в названии бренда легло имя короля Луи XVI, потому что он был заядлым часовщиком. Он заказал знаменитому Абрахаму Луи Бреге эксклюзивные часы для себя и для своей супруги. Кстати, вот он любил собирать и разбирать часовые механизмы. Есть ли среди наших подписчиков, наших зрителей, люди, которые любят, умеют и хотя бы однажды пробовали разбирать часовой механизм, напишите, интересно знать о ваших впечатлениях. Лимитированная серия, всего лишь тысячи экземпляров этих часов. Ну и здесь можно было бы вам рассказать, что означает каждая следующая метка, но я думаю, что вы и сами разберетесь. А если нет, то инструкции по эксплуатации вам обязательно в этом поможет. Что важно знать? Это швейцарские часы, но при этом они кварцевые, калибр RONDO 50-30. Они стальные, увесистые, достаточно массивные, и по весу можно сравнить их даже, знаете, ну, дайверы все-таки немного потяжелее. Но вот эти кварцевые часы по весу не уступают. Но нырять, правда, у них нельзя, потому что всего лишь 50, вот защита. Но при этом сафировое красивое стекло. Ярко смотрится здесь полированная сталь, как на материале корпуса, так, собственно, в корпусе, так и на браслете. А здесь у нас браслет, раз, два, три, четыре, семирядный браслет. Смотрится невероятно. Хотите еще больше королевской убранства, вот вам задняя крышечка. В общем, корона, носите. Мэтью Тесот еще один швейцарский бренд среди множества, казалось бы, но у каждого бренда есть своя история. Вы, безусловно, могли бы сейчас отметить как раз-таки часть Тесот и сказать, так это те же самые. А вот на самом деле и нет. Швейцария, несмотря на свои размеры, все-таки страна, там много людей и у Тесот могут быть фамилицы, один из которых работал как раз-таки в совершенно другой часовой компании и создавал совершенно другую часовую марку. А может быть и родственник. Вот, если вы знаете больше, чем мы, обязательно напишите в комментариях. Но что касается именно этого бренда, один из наиболее показательных моментов в истории бренда Мэй Тесот это выпуск часов по, внимая, специальному заказу самого короля. Но в данном случае короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В 70-х годах Элвис Пресли заказал целую партию наручных моделей часов, по ободку которых можно было крупно выгравировать его имя, что, собственно, и было сделано. А он, соответственно, потом дарил их своим друзьям и особо преданным фанатам. Ох, те самые часы, на которых написано Элвис Пресли. Представляете, каких баснословных денег сейчас стоят именно эти часы. В данном случае часы мужские, ретроград 1886. Циферблат украшен узором интересным, поэтому здесь мы видим такую своеобразную многоплановость. Но и помимо того, что есть еще такие интересные синие стрелки с уминесцентным покрытием, они светятся в темноте, что, собственно, и полагается им делать, также еще видим два дополнительных циферблата. Внизу в районе 6 часов это циферблат для секундной стрелки. Постоянно он движется. А наверху калибр ронда нам предлагает также пронаблюдать день недели. Вот на 12 часов. Ну и такими большими штрихами в двух больших окошках мы с вами наблюдаем еще и число. У нас, конечно же, 20-е. Не знаю, какое у вас на данный момент времени. Кожаный ремешок с раскладывающейся застежкой и интересное, чем-то напоминающее пацифизм. Птичью лапку. Вот такая вот гравировка на задней крышке. И очень важная дата для Матти Тесота. Дата 1886. Также в виде гравировки находятся на полированном корпусе этих часов. Невероятно, конечно, создает впечатление, потому что, казалось бы, лаконично, да, все. Но при этом и само по себе украшение циферблата вместе с игрой черного ремешка под рептилию смотрится нарядно. Она смотрится красиво и достойно. Мужчин, которые себя уважают, хотел бы сказать. Но здесь, пожалуйста, да, действительно, стоят будут смотреться и под костюм, и под ваш гоночный, наверное, автомобиль, потому что что-то спортивное здесь тоже присутствует. Купаться не рекомендуем, но носить на здоровье. Швейцарские часы по-прежнему многогранны. Я боюсь себе представить точное количество швейцарских марок вообще, которые существуют на данный момент. В данном случае всего лишь 5, но вы можете выбрать те, которые вам полюбились. Может быть, это будет, ну, такой достаточно доступный вариант. Хельвин Кляйн или же, пожалуйста, Луи 16. Абсолютно невероятный. Или ультрасовременные Электришнс. Все ваши отзывы, комментарии, пожелания, реакции мы ждем, конечно же, вот там вот внизу под этим видео. Ставьте палец вверх, надеюсь, не будет пальца вниз. Но самое главное, подписывайтесь на канал, потому что мы с большим удовольствием и радостью обсуждаем вместе с вами часы здесь, на канале All Time TV. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok